Здравствуйте, меня зовут Анна Хварна, я художник Пашёлка. Проект «Погружение» — это способ познакомить с внутренним миром человека, попытка показать, насколько уникален и неповторим каждый из нас. Подводный пейзаж в этой концепции символизирует духовный мир человека. Внутренний мир как бы вывернут наружу и представлен в виде среды, фонового объекта. Он может поражать своей глубиной, чистотой, многообразием обитателей, давать надежду, освещая морские пучины, пробивающимися лучками света. Или напротив, быть мутным, или мелководным, или даже пугающим своей бездной. Как и внутренний мир человека, подводный не раскрывается для стороннего наблюдателя. Взирая на водоем со стороны, можно лишь предполагать и догадываться о том, что скрывается за громкой воды. Хорошим примером послужит широко разлитый реман с глубиной до полуметра и вязкой тиной на дне. Или небольшое, но бездонное озеро с множеством загадок и подземных лабиринтов со скалами и различными видателями. Чтобы увидеть и узнать этот мир, необходимо окунуться, погрузиться в него. Люди на данной серии работ намеренно изображены обнаженными, то есть настоящими, без масок и фальши. Такими, какими невозможно показаться перед всеми, какими могут увидеть лишь те, кого пустили во внутренний мир. Но каким бы глубоким ни было это погружение, мы можем наблюдать лишь часть. Всегда будет что-то неизведанное, тайное, как для тех, кого пустили во внутренний мир, так и для самого обладателя, который, погружаясь, открывает все новые грани и глубины себя. Погружение – это попытка призвать общество не судить поверхностно, ведь в каждом человеке таится целый мир. Субтитры создавал DimaTorzok Картина дыхания Задумывались ли вы, как сложно быть сильным человеком? Сколько приходится нести на своих плечах? Быть ответственным? Защищать близких? Заботиться о них? Разрешать разные проблемы, невзирая на обстоятельства, которые появляются в жизни? На первый взгляд кажется, что такой человек никогда не надорвется и все трудности ему по плечу. Но именно те, кто не просит, больше всего нуждаются в помощи. На картине изображен сильный мужчина, тело которого расслабленно и медленно погружается в глубину. Такой образ выбран, чтобы показать, что даже самые отважные, крепкие люди не всесильны и могут ослабеть в борьбе с нахлынувшим потоком обстоятельств. Что же спасет, даст сил и не позволит захлебнуться множеством обрушившихся проблем? Это любовь и поддержка, понимание, принятие самых родных и близких. Это и есть тот самый глоток воздуха. Это и есть то самое дыхание, которое дарит силы и открывает новые возможности. Поэтому на моей картине этот спасительный глоток воздуха дарит именно девушкам, как образ нежности, любви и чувственности. Картина дыхания – это попытка призвать людей быть внимательными друг к другу и особенно к самым близким. Дарит любовь, ведь именно она окрыляет и дает силы, когда это так необходимо. Картина на шелке – это особый вид искусства, который имеет свою специфику как в художественном исполнении, так и в восприятии зрителей. Это происходит благодаря тому, что шелк, в отличие от других художественных материалов, обладает гигроскопичностью и собственной глянцевой структурой. Краски на нем смешиваясь дают необычные нежные эффектные переходы. Но гигроскопичность материала усложняет работу и требует высокого профессионализма для изображения отдельных, точно прорисованных деталей. В своих работах я использую смешанную технику. Это горячий, холодный батик, различные другие резервы, также свободная роспись. Картины написаны анилиновыми красками. Эти краски, проникая в углу волокна, окрашивают нить изнутри, тем самым сохраняя природную нежность и глянцевый отлив структуры шелка, не окрубляя красителями. Такие краски играют на свету, переливаясь с легким сиянием. Слегка меняют оттенок и глубину в зависимости от угла зрения. Еще они очень устойчивые, к свету совершенно не угорают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok